Всем привет друзья, с вами Глория Рай и это новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. Совсем скоро нам в эфире покажут, как на проект придет участница, с которой Иосиф Аганисян и изменял Саше Черно. Йоси не дает скучать Александре, пока она ругается из-за таких пустяков, как не мужской характер супруга, он неплохо развлекается за периметром. И видимо Саша не зря ревновала мужа к Евгению Армашову, с которым они ходили за периметр целых три раза и явно продуктивно. Поклонники пары волнуются, что Иосифу придется оправдываться перед Сашей, а та может и не просить измену. На проекте грядут серьезные разборки, Черно будет выяснять, изменял ей Иосиф Аганисян или нет. На очередной проверке на полиграфе выяснилось, что участник зачастил за периметр в компании Жени Ромашова. Ребята уже три раза гуляли вместе, но Иосиф уверяет, что ничего не было. Было или нет, Иосифу виднее, но на шоу уже запланировали разбор его поведения на свадьбе Купиных, где Иосиф якобы ухитрился флиртовать с какой-то девушкой. Теперь от Саши ждут, что она как следует отыграет роль ревнивой супруги и достанется и Аганисяну, и той, с которой он танцевал. Зрители переживают, что брак Аганисяна трещит по швам, и ребята никак не смогут избежать развода. Полиграф уже не в первый раз пытается вывести Иосифа на чистую воду. Саша до поры до времени закрывает глаза на результаты и уверяет, что стоит слушать только мужа, как она и делает. Милене Безбородовой делают пластическую операцию в прямом эфире. Милина отправилась в операционную вчера днем, чтобы обзавестись новой грудью. Девушка уже давно хотела внушительной формы, но Алексей Безос был категорический против таких перемен. Однако недавно он вдруг неожиданно согласился. Правда, все равно переживает, что девушке придется столкнуться с серьезными проблемами после операции. Безбородова наконец-то исполнила свою мечту. Девушка мечтала о пышных формах, поэтому отправилась в клинику пластической хирургии, где ей установят бюст мечты, длившийся больше года. До сих пор она не ложилась под нож хирурга, потому что ее молодой человек был категорически против. Участница надеется, что ее бюст будет максимально натуральной формы и верит, что быстро придет в себя после операции, так как терпеть не может беспомощного состояния. К счастью, Леша Безус изменил свое мнение и больше не возражает против операции, так что будет помогать ей по мере необходимости. В дальнейшем Милена не планирует носить откровенные наряды, чтобы хвастаться грудью, хотя вполне возможно, что Безус не будет возражать против этого, но ей самой неприятно, если все начнут смотреть на ее декольте. Она просто хочет, чтобы у нее что-то топорщилось под блузкой, а то сейчас многие наряды ей стыдно носить. Неоднократно Милена жаловалась на то, что не может себе позволить носить некоторые купальники или сарафаны, но в дальнейшем как раз можно будет пополнить свой гардероб самой обычной одеждой, о которой раньше ей оставалось только мечтать. Леша приехал в клинику вместе с Миленой, так что он вместе со всеми наблюдал за операцией в прямом эфире. Розалия Райсен и Андрей Шабарин поскандалили с руководством шоу. Очень сожалели поклонники Розы и Андрея, когда их любимчики оказались вновь на поляне. И хотя сами влюбленные уверялись, что вернулись не на Дом-2, а на проект «Спаси свою любовь», где намеревались выиграть свадебный конкурс, в итоге они оказались в самой гуще событий и не смогли избежать контактов с жителями телестройки. А ведь все помнят, с каким скандалом блондинка покидала проект, как она отвоевывала Андрея у редакторов и чего ей стоило улететь с острова любви. И никогда бы публика не узнала, что происходило по ту сторону экрана, если бы Райсен обо всем честно не написала в своем профиле. Неужели девушка надеялась, что организаторы простили ее? И каждый день зрители убеждаются в том, что Розе мстят, при этом делают это с особой жестокостью и коварством. Заставляя жителей дома откровенно травить ее, вспоминая мутные истории жизни за периметром, а также подталкивая Шабарина к изменам. И редакторы не остановятся до тех пор, пока не разрушат пару Розы и Андрея, хотя те и намерены уже через месяц связать себя узами брака. И публика уверена, что Райсон сама отлично понимает, что он годила в ловушку, вырваться из которой никак не может. Но буквально недавно появилась надежда, что Роза сумела все-таки отказаться от домовской халявы, так как шапка ее профиля в Инстаграм изменилась, где девушка зазывала рекламодателей к сотрудничеству от своего имени, что категорически запрещается делать действующим участникам. Поэтому подписчики пришли к выводу, что Розалия, возможно, и Андрей покинули телепроект, разругавшись с организаторами. Но спустя пару часов Райсон профиль исправила, а это значит, что участники и продюсеры пришли к какому-то решению. А буквально недавно стало известно о том, что организаторы проекта очень неуважительно отнеслись к маме Розы, подталкивали ее к скандалам с будущим зятем, а когда она отказалась, выгоняли ее ночь из проекта. В итоге Андрей и Роза со скандалом покинули телестройку. А вот вернутся ли ребята обратно, совсем скоро узнаем. Руководство проекта рассматривает бывших участников Виктора Шароварова и Александру Шеву как кандидатов на участие в шоу «Спаси свою любовь». Тем временем Шева шантажирует Шароварова своей беременностью. Девушка обещает никогда не показывать Вите ребенка за то, что он не только не стал жениться на Саше, но и вообще бросил ее беременной. В сети обсуждают вредные привычки Алены Савкиной и ее нового бойфренда. Алена пришла на лобное место в компании Романа Макеева в алкогольном опьянении. Во всяком случае, именно эту вредную привычку бывшей пассии саратовского шансонье Ильи Ябарова и Романа Макеева активно обсуждают в социальных сетях. Не секрет, что после того, как Алена закрутила роман с мужчиной старше себя на 15 лет, она начала стремительно терять свою популярность среди телезрителей «Дома-2». А все потому, что 22-летняя молодая мамочка, которую они так давно поддерживали в периметре и в социальных сетях из-за измен Ильи Ябарова, и сама оказалась далеко не подарок. Рапунцель-младшая не только закрутила роман с женатым мужчиной, который, бросив свою жену и сына, пришел на «Дом-2», но и напрочь забыла о воспитании и развитии шестимесячного наследника Богдана. К слову, больше всего зрителей телестройки возмущает второе. Сейчас Савкина буквально все свое свободное время посвящает не маленькому сыну, а новому бойфренду, который, кстати, не видит в этом ничего плохого. А судя по недавней ситуации, в любимчики молодая мамочка записала не только Макеева, но и горячительные напитки. В соцсети появились слухи о том, что в свое время именно пристрастие к усилительным напиткам едва не стало для Романа Макеева причиной увольнения из «Дома-2». На данный момент зрители реалити-шоу подозревают, что к роману примкнула и Алена Савкина, и именно поэтому не так давно парочка посетила лобное место явно не в трезвом состоянии. Появились слухи, что Любовь Трабкова покинула проект. Участникам запрещено раньше эфирово говорить о том, что происходит на шоу, но некоторые герои ухитряются намеками, картинками или словами рассказать о своей жизни. В сети появились слухи, что Любовь Трабкова покинула проект. Внимательные зрители заметили, что Люба выкладывает сторис из отеля, где увозится с ребенком лет 6, и намекает, что работает аниматором. Вполне возможно, что Люба просто показала кусочек из своего прошлого, ведь она говорила, что работала в Египте до прихода на Дом-2, но ей не удалось построить отношения на Острове Любви, и она несколько раз просилась домой, поэтому вполне вероятно, что Трабкова ушла с телестройки и вернулась на прежнее место работы. Участники проекта не верили в игру Любы, связываться с ней никто не захотел, даже Илья Ябаров. И у девушки началась депрессия, но сомнительно, что после скандальной славы и опыта, приобретенного на проекте, девушка сможет работать с детьми. Как считаете, история Драбковой еще интересна зрителям? Пишите свое мнение в комментариях. До скорых встреч!